Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 2 августа, и начинался разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы не видели обновления локальных максимумов, но тем не менее тенденция на укрепление остается в приоритете по данной паре. И мы движемся в область 1.20-1.21. Ближайший разворотный уровень в рамках текущего краткосрочного таймфрейма находится на минимальных значениях, которые были 31 июля, а в область 1.17-20. Уход ниже данного уровня может нам дать предпосылки на начало коррекционного движения по паре евро-доллар. И завершение данной коррекции даст также интересную возможность для присоединения в сторону основного тренда на покупку по данной паре. Британский фунт также продолжает свой рост. Вчера доходили до максимальных значений в области 1.32-43. Волатильность была крайне низкая вчера, порядка 50 пунктов. Поэтому на текущий момент, если говорить о уровне разворотном, то я бы пока его также оставил на прежнем месте на минимуме 31 июля отметка 1.3095. Уже после ухода следующего импульса вверх на укрепление, его будет возможность скорректировать уже за локальный минимум, который будут сегодня. Да, еще день не закрыт и были вчера. Пара австралийский доллар, американский доллар вчера скорректировалась от максимальных значений, которые были показаны за несколько торговых сессий. Это область 80.43. И на текущий момент мы можем отметить два уровня. Первый уровень краткосрочный, это минимальное значение в области 28 июля. Также можно было рассматривать минимальное значение 31 июля. И в рамках краткосрочной тенденции сейчас мы видим, что австралийский доллар снижается. Но более важный уровень по данной паре располагается на минимальных значениях, которые были 26 июля. Пока цена торгуется выше данных уровней, то среднесрочное направление также остается на укреплении. Поэтому если говорить о торговле внутри дня по данной паре, то сейчас идет снижение и необходимо дождаться, когда закончится коррекция и уже вновь присоединяться по данной паре на покупку с целью движения в область 81.50-81.60. Пара американский доллар, японская иена сегодня с утра уже торгуется вблизи максимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Сегодня их уже пробили, мы можем их скорректировать. И сейчас мы видим начало, по крайней мере, предпосылки на начало коррекционного восходящего движения по паре американских доллара и японская иена. Поэтому если говорить о продажах, то сейчас о продажах пока нужно подождать, пока цена не вернется вновь в диапазон нисходящего тренда. Если говорить о покупках, то также важно помнить, что тенденция основная идет на ослабление, поэтому работа против тренда всегда будет менее эффективна. Пара американский доллар, канадский доллар также корректируются. Вчера к концу торговой сессии смогли уйти выше максимальных значений последнего дня июля. И на текущий момент тенденция на укрепление краткосрочно по данной паре также сохраняется. Ближайший разворотный уровень мы можем отметить на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера. Пара – это область минимальных значений 1.2449. Уход ниже данного уровня вернет нас к продажам по данной паре. Сейчас пока краткосрочно корректируемся. Пара еврофунт вчера торговалась вблизи минимальных значений 31 июля. Пока пробить его не смогла. Также не ушли выше отметки 89.58. Поэтому сейчас пока боковое движение по паре еврофунт сохраняется. Но если говорить о следующем уже импульсе, то один из важных уровней располагается как раз на минимальных значениях, которые были вчера и 31 июля. Это область 89.28. Закрепление ниже данной отметки вреднет нас краткосрочным продажам. Ну а уход выше отметки 89.76 вреднет нас уже в сторону основного тренда на укрепление евро против британского фунта. Золото продолжает свой рост. На текущий момент ближайший разворотный уровень мы можем скорректировать на минимальные значения, которые были отмечены вчера. Это область 1262 доллара за тройскую унцию. Минимальное значение. Уход ниже данного уровня также даст предпосылки на начало коррекционного движения. И по завершению коррекции вновь открытие сделок на покупку будет в приоритете. Нефть марки Brent уже возвращается к нисходящему движению. Вчера смогли пробить минимальные значения, которые были 31 июля. Это отметка 5202. И с этих уровней продолжение нисходящего тренда в рамках долгосрочной тенденции, которую мы видим, будет вполне возможно. С ближайшими целями на движение в область 44. Уход же выше максимальных значений, которые были в конце мая сформированы, может нас вернуть к основному восходящему тренду по нефтемарке Brent. Но на текущий момент тенденция остается приоритетен именно на ослабление. По индексу DAX в рамках краткосрочной тенденции мы видим возврат к покупкам. Вчера ушли выше максимальные значения 31 июля. Но пока остается уровень. Отметка 12342. Это максимальное значение, которое было 26 июля. Среднесрочная тенденция остается также на ослабление по индексу DAX. В краткосрочной перспективе мы растем, но основная тенденция остается на снижение. Возврат к продажам произойдет в том случае, когда индекс DAX может уйти ниже минимальных значений, которые были вчера. И 31 июля это область 12091. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, ваши вопросы пишите под комментарием. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. И увидимся уже на следующих видеообзорах. Всем спасибо и до свидания. Продолжение следует...